сегодня у нас очень интересная тема чем отличается фаленопсис мультифлора от стандартного фаленопсиса ну первым делом наверное размера цветочек цветочек мультифлоры сейчас вот я взяла линейку и будем замерять примерные результаты каждый каждом мультифлора по-разному 4 5 сантиметров но бывает и мельче бывают меленькие они тогда больше как бабочки больше пускают смотрите на размере на примере мультифлора мультифлора очень любит выпускать много цветоноса вот даже у самого основания маленькие цветоносики начинают цвести дальше она имеет очень много разветвлений на самом цветоносе и она форме дерева бывает вот видите как красиво получается разнообразие цветочков цветовой гаммы вообще море у нее но цветы крупные у нее не бывают пять сантиметров но не очень красивым бабочки разные бывают это мультифлора она любит виде наращивать доращивать цветоносы вот это на сушила дальше из боковых побегов очень много пускает тоже почки просыпаются и это все получается одновременно а сейчас я вам покажу стандартный фаленопсис это дикий кот он как все коты любит воду посмотрите какой он красивый он с другой стороны зеленковатый коты разные бывают от фирмы зависит видите с этой стороны он зеленого цвета цветочек а с этого вот такой и белые полосочки разводы и зеленоватые фиолетовые рады но сегодня нет цветах не а смотрите сколько он пускает цветоноса коты тоже любители подсвести это не мультифлора но подсвести они очень любят эти новый цветонос пускает здесь у него осталось три цветочка но на замен другим цветочком он очень пускает новый цветонос у дикого кота очень большой лист по сравнению с мультифлоры мультифлорки маленькие листики коротенькие вот и руку поставлю но они вот очень много пускают разветвление сейчас еще вам покажу некоторые растения мультифлор и сравним их нес особенность вот посмотрите какая прекрасная мультифлора как она красиво смотрится она вот края волнистые похоже как у бабочки эти защипчики не совсем она бабочка полу бабочка но очень красиво смотрится тоже каждый цветочек разные полосочки видите сколько боковушек а еще когда она выпускает несколько цветоносов и они все разветвляются в виде дерева вообще красиво она наращивает вот бутончики это и открывает видите одни открылись второй раз открываются попозже и это деревца маленькая необычная очень прекрасно смотрится теперь он как покажу менее мультифлорка это бабочка чистая бабочка видите когда нужно раскроет такие лебесточки она темно-темно фиолетовая цвет плохо передается ну смотрите как она любит листочки маленькие а цветочков очень много и они довольно крупные для такого маленького растения она себя чувствует хорошо в этой посадочке посадка двойной горшочек керамзит сверху мух хочу вам замерить размер цветочка ну допустим вот это три с половиной сантиметра следующая мультифлора темненькая у меня малюсенького такая красотулечка сейчас посмотрим размер цветочек тут наверно три сантиметра на три сантиметра но она тоже изящно смотрится это молодое растение выпустила один цветоносик она прекрасно себя чувствует когда будет много цветочка она будет обалденно смотрится это варигатная орхидеечка это тоже мультифлорка миничка это не из больших я их посадила три вместе в один горшочек вот так они миленько смотрятся в этом горшочке а сейчас хочу показать вам какая у меня расцвела орхидейка смотрите какие у нее изумительные цветочки размер сейчас замерю она ближе к стандартному ну тоже подойдет как мультифлора 6 сантиметров стандартные орхидейки они крупнее ну посмотрите какая красота сколько на ней цветоносиков цветочка распустилась это прям настоящая бабочка про нее по-другому сказать нельзя красивая типа лосочки такие резные еще это орхидейка очень любит пускать деток смотрите вместо того чтобы открылась цветочная почка вылез листочек один еще один а вот цветочная почечка пошла цветоносик продолжает у нас скорее всего будет детки посмотрим пусть немножко подрастут вот эти начали почки просыпаться цветочные это ведь и увеличивается в размере корневая у нее хорошая я ее покупала в бутонах но не знаю какой будет цвет и вот такого цвета она распустилась я ее не пересаживала ничего с ней не делала просто аккуратно поливала так как знала что там торфяной горшочек нужно следить за поливом для того чтобы не перелить и не подгонила корневая и вот такое чудо у меня распустилась а здесь я жду детку от колоды корневая система здесь видите зелененькая хорошая ну детки пока нет корешочки есть будем ждать я не выбрасываю корень выбросить всегда успею вроде бы крепкий хороший копаю чуть-чуть посмотрим ну пока я ничего не и не наблюдаю зелени никакой не видно мы будем ждать все буду показывать а эту орхидейку которая протравливала октарой ее перестали кушать все насекомые вредители то есть извините даже улитка наверное погибла потому что нет новых дырочек и и все у нее хорошо это новые мои реанимашки они с цветоносами но очень плохой корневой системы покажу смотрите я вынула из горшка корней вообще нет никаких посмотрите это разве корни будем их как-то приводить в чувство вроде бы было много корней воздушных но листья пожелтели отпадают нужно смотреть корни серединку пересаживать поиграться повозиться вот такое растение прекрасное что это нужно сделать обязательно а здесь у меня попугайчик продолжает цвести и радовать своим цветением и рядом за него чармер красивые цветочки такие плотненькие всем спасибо за внимание всем удачи всем пока всего вам доброго а а а а а а